Детская школа народных ремесел, она известна еще и как школа Бурчевского, готовится к юбилею. Этой весной состоится 20-й выпуск. В преддверии знакового события в гостях у юных мастеров побывали депутаты Архангельской городской думы. В творческих мастерских школы народных ремесел идут обычные занятия. Сегодня ребята трудятся с особым усердием. В гостях у них депутаты городской думы. Народные избранники не только любуются, фотографируют и даже оценивают запах художественных изделий, но и сами пробуют постичь азы народного ремесла. На территории Архангельской области существовало 43 вида народных ремесел. Школе удалось сохранить 12. В том числе обработку бересты, резьбу по кости, северную вышивку и ткачество, роспись по дереву. Георгий Черепанов выбрал направление художественной обработки корня. Сейчас он делает солонку. Чтобы сплести работу, нужно плести примерно месяц. Сейчас я замачиваю корень, чтобы плести было удобнее, чтобы корень не рвался. Сегодня в творческих мастерских школ и народную культуру региона сохраняют 500 архангелогородцев и более 250 школьников в 11 районах Архангельской области. Отрадно видеть детей разного совершенно возраста, мы сегодня увидели, которые с удовольствием сидят и мастерят, шьют, вырезают, что-то строгают. Это вообще очень здорово, потому что если дети занимаются этим, это значит, что следующие поколения будут иметь эти навыки. Не только сидеть в интернете, в планшетах, в компьютерах, но и уметь работать руками. Школа народных ремесел сегодня нам показала, что Архангельску есть чем гордиться. Детишки создают настоящее произведение искусства. Благодаря этому сохраняются наши традиции Архангельской области. Вышивка, плетение из корня, резьба по дереву. 30 мая в Школе народных ремесел состоится очередной выпуск. 30 человек выйдут из ее стен со званием мастер. Своими работами юные творцы украсят выставку в актовом зале. Талантливые, способные дети, которые прониклись этой идеей, это духом нашей народной традиционной культуры. Этот выпуск будет для Школы юбилейный, 20-й. Но на смену ему придет еще не одно поколение новых мастеров, способных продолжить традиции народных ремесел нашего края. Мария Воробьева, Илья Сумароков, Панорама Севера. В регионе начался весенний паводковый период. О ледоходе пока говорить рано, однако на льду находиться стало небезопасно. В Архангельске началась подготовка к ледоходу. По предварительным данным, МЧС ледоход ожидает в конце апреля. Архангелогородцы открытие навигации могут ожидать уже в майские праздники. Однако МЧС предупреждает, лед на водоемах – это зона повышенного риска. Люди не должны забывать о правилах поведения на тонком льду и быть бдительными. В связи с наступающим весенним периодом у нас лед становится на рейках очень тонкий, рыхлый и небезопасный выход на него. Есть вероятность большая провалиться под лед. Чтобы этого не произошло, лучше не выходить и соблюдать эти меры безопасности. Было в марте недавний случай, машина выехала на лед, на Киагостров. Был провал машины. Обошлось, конечно, без жертв. Наша служба следит за этим процессом. Мы проводим профилактические беседы в школах, до учебных учреждениях. Также проводим радиовещания для граждан, чтобы они были в курсе, чтобы нельзя выходить в этот период на лед. Также МЧС призывает родителей более тщательно смотреть за детьми, проводить с ними беседы в паводковый период. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на льду обращаться по телефону 112. В Новодвинской 4-й школе создан Совет отцов. На общественных началах объединиться решили родители по примеру Архангельского и Областного Совета отцов. Сейчас в школе продумывают план действий, привлекаются добровольцы и уже намечаются ближайшие мероприятия. Пока Совет отцов немногочисленен. На первой встрече всего два папы. Толчком к созданию такого полезного совета стал опыт Архангельской школы и, к сожалению, утраченный смысл понятия «отец». Есть дети, которые не знают, что такое папа настоящий. Пытаемся показать им. То есть, общаясь с своими детьми, показывая свое общение, может быть, заразим другие детей тоже ответственным отцовством, так скажем. Василий Суворов сам многодетный папа. Он, как создатель Совета отцов, понимает всю необходимость мужского плеча в воспитании детей. Василий Александрович достаточно активный мужчина, участвует во многих общественных движениях и, имея опыт работы в общественных движениях Совета отцов Архангельской и Архангельской области, предложил создать такое движение в нашей школе. Работа Совета отцов будет строиться по четырем направлениям. Безопасность, творчество, спорт и воспитание. У Совета отцов 4-й школы есть свой сайт ВКонтакте. Здесь много полезной информации. Опубликованы интервью с архангельскими школьниками, которые рассказывают о своих отцах. Мы с папой очень много часто проводим времени вместе. Ходим на рыбалку, на охоту бывает. Летом мы иногда ходим вместе погулять на набережном, покататься на велосипеде. Подобный видеоролик сделан из участия новодвинских школьников. В нем ребята в основном говорят о том, что хотели бы больше времени проводить со своими папами. Организаторы уверены, в будущем их школьный совет отцов вырастет до городского уровня. Архангельск присоединился ко Всероссийскому благотворительному фонду «Старость в радость». Его цель – помочь инвалидам и пожилым людям, живущим в домах престарелых. В моем Оксамском доме-интернате, например, сейчас 230 подопечных. К 9 мая волонтеры собирают подарки для ветеранов. В каждый подарок будет входить какая-то мягкая сладость. Это мармелады, зефир или пастила, коробка чайных пакетиков, открытка. Лучше, если она будет подписана рукой человека, который ее дарит. Можно подарить что-то практичное. То, что бабушки и дедушки смогут использовать в своем так называемом хозяйстве. Можно подарить бабушкам платочки на голову, можно расчески, щетки дарить дедушкам – кепки или футболки. История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм, мужество воинов, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия российского государства. Сегодня в нашей стране отмечается День воинской славы. А как северяне приумножили славу России? Что знают об истории нашего края архангелогородцы в нашем традиционном опросе? Архангельск – город воинской славы. Это, во-первых. Во-вторых, вопрос, в какую лепту, да? А как же все конвои через Архангельск? Потом, значит, оборонные предприятия были в Архангельске тоже. У меня бабушка работала на таком заводе. Во-первых, Архангельск был город-порт. Сюда приходило большое количество грузов по Ленд-Лизу из Великобритании, из Соединенных Штатов Америки. Здесь осуществлялась перегрузка и дальнейшая транспортировка этих грузов на фронт. У меня богатая воевая слава, флот, да и вообще. Вот мать мне рассказывала, что они дежурили на крышах, скидывали эти зажигалки, чтобы дома не загорелись. Вот город воинской славы. Много очень от нас ведь тоже. Очень много. У меня отец, например, воевал. Эксперт нашей сегодняшней темы дня, специалист по работе с молодежью Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Светлана Мальчихина. Светлана Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот жители нашего города считают, что Архангельская область примножила славу России только во времена Великой Отечественной войны. Но ведь северяне участвовали в разные эпохи во многих исторических событиях. Ну, если подумать, действительно, история Архангельско-Архангельской области гораздо шире. Конечно, запоминается самое последнее событие прошедшего столетия – это кровавые страницы Великой Отечественной войны. Но на территории Архангельской области очень много памятных мест, связанных и с интервенцией, и с гражданской войной, и с различными другими историческими событиями. Они отражены и в музеях, и в памятных знаках, в памятных досках, которые расположены на территории Архангельской области. Светлана Юрьевна, я знаю, что Вы разрабатываете электронный каталог воинских захоронений в Архангельской области. А можно поподробнее? Да, такая идея появилась. Десять лет назад вышел в печатном виде каталог памятных мест в воинских захоронений в музее Архангельской области, который выпустил центр поиск, которым руководил Игорь Иванович Юлев. Но время идет вперед, бумажные носители уже не так актуальны, очень многие работают с ресурсами интернет, и в очень многих регионах, областей нашей страны такие каталоги есть – памятных мест в воинских захоронений. Вот было решено создать и у Архангельской области такой же каталог. Суть его в том, чтобы люди, уроженцы Архангельской области, живущие в разных регионах страны, может, в других странах, имели все-таки возможность посмотреть хотя бы виртуально место, где увековечены их родственники. Идет сейчас сбор материалов, разработка самого сайта, где будет располагаться этот каталог. Работы очень много. К сожалению, как уже было сказано, очень много воинских захоронений и памятных мест связаны с гражданской войной, с интервенцией. Чаще всего эти воинские захоронения или памятные места находятся вдали от уже и от населенных пунктов. К сожалению, за ними тоже не ухаживают. И найти их, тем более посмотреть, в каком они виде, становится очень сложно. Здесь, конечно, большую помощь оказывают многие поисковые отряды, которые работают на территории Архангельской области именно по этому периоду. Не первый год уже в рамках конкурса проектов патриотической направленности есть отдельный раздел по облагораживанию воинских захоронений. То есть жители принимают участие в этом. Тоже надеемся, что когда каталог начнет свою работу, будет объявлен его адрес, то местные жители могут посмотреть и дополнить его, пользуясь обратной связью. То есть они могут спросить, что-то уточнить про свои проблемы, фотографии принести. Обязательно, потому что подразумевается не только описание этого места, обязательно наличие фотографий, в каком виде находится, где. Ну, возможно, идея такая, что и рекомендация, как лучше проехать, если человек с другого региона. Активная работа. Да, но местные жители лучше знают свой район во всех уголках, где что находится, где что сохранилось хотя бы, чтобы показать его. И опять же дать, потому что ребята обращаются с инициативой того, что мы готовы помочь, восстановить что-то. Вы нам покажите где, подскажите как. И мы, в принципе, готовы в волонтерское движение принять в этом участие. Что ж, удачи вам в вашем очень хорошем деле. Напомню, экспертом нашей рубрики была специалист по работе с молодежью Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Светлана Мальчихина. Далее в выпуске новостной дайджест. Коротко о главном. В областном центре прошла отчетно-перевыборная конференция Архангельского городского отделения общественной организации «Союз женщин России». Новым председателем правления единогласно была избрана заместитель мэра Архангельска по социальным вопросам Ирина Орлова. 18 апреля прошел юбилейный концерт Архангельского хореографического образцового ансамбля «Россиянка». Его руководитель Елена Киселева награждена золотой медалью имени Елены Росси. Награду имени выдающегося российского хореографа Елена Киселева получила за высокий художественный уровень и достигнуты успехи в развитии детского творчества в жанре хореографии, который отличает ансамбль «Россиянка». В парламентарии «Поморья» провели день Архангельского областного собрания депутатов в САФУ. Занятия проходили в режиме прямого диалога. Народные избранники информировали о том, что делают они, студенты задавали вопросы о насущном. День Архангельского областного собрания депутатов в САФУ проводился впервые. Сегодня на наших глазах зарождается новая добрая традиция. Парламентские уроки – это одна из наиболее интересных форм взаимодействия депутатского корпуса и нашего молодого поколения. Это возможность рассказать о деятельности собрания, о его влиянии на развитие нашей Архангельской области, а также расширить знания учащихся в области общества знания и права. Сегодня в Архангельске прошел региональный этап Всероссийского творческого конкурса «Хрустальные звездочки». В художественной самодеятельности участвовали дети судебных приставов, военных и полицейских. Если не знать, что конкурс проводит Управление Федеральной службы судебных приставов, по выступлениям участников об этом и не догадаться. В программе нет военно-патриотических номинаций, зато есть вокал, хореография и исполнительское мастерство. То, что дети такие талантливые, организаторы конкурса объясняют просто. Родители все время на службе. Вот и дети подходят к выбору своего досуга творчески и с полной отдачей. В чем ребенок талантлив, что у него хорошо получается и он умеет делать, то нам и демонстрируют на этом конкурсе. Конкурс становится популярным среди наших детей. Они хотят очень победить и очень переживают, участвуют. Для меня это, конечно, большая победа личная. Конкурс помог юным талантам раскрыться. Победители регионального этапа поедут на Всероссийский конкурс, где выступят в тех же номинациях. Скоро Пасха. Символами праздничного стола, помимо традиционного кулича, являются, конечно же, крашеные яйца. Как правило, их украшают накануне Пасхи с применением разных способов и оригинальных техник. Ирина Кузнецова встретилась с мастером восковой росписи пасхальных яиц из Новодвинска. Секретами своего мастерства поделилась вы из-за студии Инга Корнилова. Восковой росписи ее научила мама. Сама Инга постоянно посещает различные мастер-классы. Сейчас решила научить других. Любая роспись по куриному яйцу требует аккуратности и точности. Сначала на яйцо наносится узор простым карандашом. Затем части рисунка покрываются воском. И только после этого яйцо погружается в краску. Это старинная славянская традиция, восковая роспись по куриному яйцу. Это очень интересная технология. Она имеет такое сакральное значение. Это на куриное яйцо наносятся символы, магические символы. Это символы плодородия. Самое интересное происходит на завершающем этапе, когда воск снимается. Из черного яйцо становится светлым, радостным, красивым. Пасхальные яйца, расписанные воском, называются писанками. Эта техника позволяет создавать как простенькие сувениры, так и подлинные художественные шедевры. Вот сейчас красим воском. Это трепельная работа. Надо очень все аккуратно делать, не ошибиться. То все испортишь. Подаренное на Пасху украшенное яйцо – символ зарождения новой жизни. Его едят первым за пасхальным столом, берут с собой в гости, раздают нуждающимся, оставляют в церкви. Порадуйте себя и своих близких оригинальными пасхальными сувенирами. В Котласе на базе клуба «Рубеж» прошли областные соревнования по стрельбе из пневматического оружия в зачет Всероссийской спартакиады школьников. Несмотря на смену поколений, наши ребята показали высокий результат и попали в тройки призеров как в личном, так и командном зачете. 40 выстрелов за 1 час 15 минут для каждого стрелка – таков регламент этих соревнований. То есть спортсмен, все время находясь в положении стоя, должен 40 раз попасть в десятку. Это в идеале. В помощь тренерской работе, мастерству и таланту – современные ружья и экипировка. Команды приезжают с каждым годом все более и более оснащенными и спортивными костюмами, и винтовками. Уже Комашский район, который раньше приезжал с винтовкой отечественного образца, сегодня выступает с винтовкой немецкого производства «Вальтер ЛЖ-3». В соревнованиях приняли участие 12 команд со всей области. В каждой команде 4 человека – 2 девушки и 2 юноши. Всего более 60 человек. Почти все разрядники. Были и кандидаты в мастера спорта. Большая надежда возлагалась на котловских стрелков, и они не подвели. Результаты выросли очень высоко. В том году я попал 381, в этом году 394. Результат мастера спорта. Мастера спорта могут официально присвоить только на соревнованиях российского уровня. Так что Владислав пока остается кандидатом. Но результат в 394 очка позволил ему занять первое место в личном зачете среди юношей. Вторым стал Андрей Васюков из Северодвинска. Его результат – 390. Бронза досталась котлошанину Артему Вишнякову. Он выбил 382 очка. Наши девушки, к сожалению, в личном зачете в тройку призеров не попали. Но это простительно, ведь они занимаются первый год. В результате котловская команда в общем зачете стала второй, уступив ребятам из Северодвинска. Третий – Вельск. Впереди соревнования Северо-Запада. Параллельно этим стрельбам проходил и городской турнир по пулевой стрельбе памяти Федора Харченко, нашего земляка, снайпера, участника Великой Отечественной войны, героя Советского Союза. В этих городских соревнованиях, не имеющих ограничения по возрасту, котловские команды заняли первое и третье место. Северодвинск – на втором. Телеканал ПС всегда на острие событий. Смотрите прямые трансляции и открывайте город вместе с нами. Сегодня, 18 апреля, телеканал ПС начал трансляцию одного из ярких и значимых событий в спортивной жизни Архангельска – ежегодного открытого городского турнира по волейболу памяти Юрия Медуницына. Турнир пройдет уже в 12-й раз. Как и прежде, на спортивных площадках в бескомпромиссной борьбе встретятся самые лучшие мужские и женские команды города и области. Смотрите прямые трансляции волейбольного турнира памяти Юрия Медуницына на телеканале ПС и сетевизоре портала «Правда Севера» 20 апреля в 13.00. В пасхальную ночь с 19 на 20 апреля жители региона смогут увидеть прямую трансляцию праздничного богослужения в строящемся Михаило-Архангельском кафедральном соборе. Его возглавят митрополит Архангельский и холмогорский Даниил. Богослужения будут транслировать с 23.30 до 3.00 утра на телеканале ПС и на портале «Правда Севера». В завершении выпуска информация о курсе валют. По данным Центробанка на 19 апреля доллар США 35,54 рубля, евро 49,10 рубля. Вы смотрели информационную программу «Панорама Севера». На этом я с вами прощаюсь. В студии была Лариса Истомина. До встречи. Новодвинская теплица прочностью своей гордится. Сказочный модельный ряд – австрийский поликарбонат. Архангельск у стадиона Труд, Новодвинск, магазин «Меркурий». Всем привет! Это телеканал ПС и прогноз погоды с Юнисом. У нас на повестке дня за приключениями назначена охота. Как говорится, делу время, а потехе – вся суббота. О погоде на 19 апреля в Архангельской области. Котлас плюс 11 пасмурно, возможен дождь. Далее по списку Плесецк. И в Плесецке плюс 9 на термометрах. Облачно и без осадков. Ну и Вельск, как обычно, радует своих жителей ясным небом, легкими облаками днем и отметкой плюс 13 на термометре. Наконец, о погоде в Архангельске. Утром плюс 4 пасмурно, небольшой дождь, ветер слабый. Днем облачно и плюс 10. Вечером тоже облачно и плюс 8 без осадков. Улыбнитесь другу справа, улыбнитесь другу слева. Улыбнитесь незнакомому прохожему. И день, несмотря на прогнозы, будет ясным и солнечным. Только улыбайся, улыбайся, невесомости поверь. И отдайся, улыбайся, улыбайся. И увидимся завтра на телеканале ПС. А я пойду поулыбаюсь прохожим. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон.